Давайте поговорим про добавление и удаление элемента в массив. Кажется, что это невозможно, и это действительно невозможно, потому что массив фиксированного размера, сколько выделено памяти под массив, такого он размера и будет до момента, пока эта память не освободится. Если это автоматическая память, то в момент выхода из функции, в которой она была выделена, если это память статическая, то вообще куда там деться, это в сегменте данных, и тут какие-то другие переменные, ну куда там можно что-то добавлять? Некуда. Но мы ведь можем выделить память в массив, как некий буфер, буферная зона. Когда человек покупает большой участок земли под дальнейшее строительство, то в начале участок пуст. И он потихонечку построил домик, гараж, сарайчик, понимаете? И у него есть, ну, есть одна проблема. Дело в том, что мы не можем отличить байты заполненные от незаполненных, потому что там тоже какие-то нолики, единички торчат, причем не инициализированный массив, там мусорные единички торчат. Кроме того, в принципе, возможно, что я буду заполнять нулями, ну, то есть реально положу ноль, а он и так там, в принципе, может и лежал, или, ну, в общем, мне, ну, я не могу отличать заполненные от незаполненного. Мне нужна дополнительная переменная, в которой я буду хранить уровень заполненности массива А, который я воспринимаю сейчас как буфер. Таким образом, я создаю дополнительную переменную, я ее назову верхушечка, топ. И в этой переменной я положу ноль, а массив вообще оставлю неинициализированным. Этот ноль сообщает мне о том, что уровень заполненности находится на нуле. И в то же время, что вакантная ячейка, в которую я как раз могу добавить, положить новое значение, как раз имеет индекс ноль. Таким образом, добавление элемента будет составлять два действия. Первое действие. Я буду в А, давайте чуть ниже сделаю, в А от топ, от текущего значения вершинки, я кладу требуемое значение. Ну, пусть оно сейчас называется х. Не важно, что там реально будет. Пусть реально сейчас переменная х. И увеличить топ на единичку. Топ плюс равно 1. Ну, или топ плюс плюс. Вот эти два действия и составляют добавление элемента в массив. При этом массив, естественно, должен поставляться вместе с этой переменной. Она должна как-то в паре с ним работать. Потому что сам по себе массив без нее, он не знает о том, сколько там чего реально хранится. Вы не сможете им нормально пользоваться. Таким образом, у нас существует два числа, характеризующих этот массив. Первое число – это предельная загрузка, предельное допустимое количество элементов, хранящихся в этом буфере. Аллоцированная память. Аллокейтед сайз как бы. Ну, это неважно, как мы назовем эту переменную. Это уже, там, не знаю, амакс, пускай и называется это. Переменная или даже константа. Вполне. А почему бы не быть этому константой? Она же не будет меняться у нас в процессе работы программы. Ну, разве что от создания одного массива, то там, следующего запуска этой функции. Ну, в общем, понятно, да? Теперь давайте с вами поговорим. А давайте добавим, вот я, чтобы визуализировать это дело. Я добавляю единичку. Я кладу сюда единичку в качестве х, да? И у меня как раз топ увеличивается и становится равным единичкой. Фактически это означает, что уровень заполненности сместился вот сюда. Да, далее, что? Я добавляю двоечку. Я кладу в А от топ, а топ равен единичке. Значит, вот в эту ячейку кладу двоечку и увеличиваю топ на единичку. Он становится равным 2, и это показывает мне, что уровень заполненности вот сюда. Тройка. Четверка. Кладу четверку по адресу топ, по индексу топ. И, соответственно, у меня поднимается вот это вот на четверочку и начинает указывать вот сюда. Вот эта вот позиция А от топ, она не хранит реальный элемент до тех пор, пока не начинает добавлять туда, в этот массив А. То, что хранится в ней сейчас, не в момент добавления, это некий мусор. Потому что состояние топ – это верхняя граница, которую не надо достигать, когда я буду просматривать заполненную часть массива. Понятно? То есть заполненные индексы от 0 до 3, то есть 4 не включительно. Как мне удалить элемент из такого массива? Да ничего не стоит удалить элемент. Мне достаточно взять и понизить топ. Топ минус равно 1. И все. Почему? Мне не надо удалять элемент. А этого невозможно. Нет, я могу его стереть. Это я могу сделать. Ну, взять и записать туда нолик. Взять и написать А от... Ну, вот, от того, который был, да, вот этот элемент. А от топ, сейчас это элемент, а от топ как раз, да. Взять и записать туда нолик. Перетереть данные. Ну, ради какой-то информационной безопасности. Ну, это странно. Потому что операционная система и так обеспечивает информационную безопасность. А если не обеспечивает, то и так в нашу память кто-то мог залезть уже. Это может иметь смысл при работе с жестким диском. Когда вы сохраняете файл, там, хотите секьюрную файловую систему. Но в обычном варианте использования компьютера это не требуется. Поэтому никто не удаляет из буфера те данные, которые там, ну, вот он все так, вот остался там, эта четверка в конце. Просто мы про нее забываем. Мы ее как бы мысленно вычеркиваем. Но вот если мы после этого удаления захотим снова добавить, то получится мы эту четверку просто перезапишем тем числом, который будет добавляться. Понятно? Такая структура данных, в которой у нас будут добавляться элементы в конец и удаляться с конца, называется стэк. Вот эта операция, она имеет название классическое. Это называется пуш. Толкать. Пуш. Запихнуть. А вот это вот действие, оно обычно требует не только того, чтобы мы удалили элемент, но и вернули его текущее состояние. Ну, где его взять? Оно валяется как раз в А от ТОП. Ведь еще не закончилась эта транзакция. Хоть я и не оформляю ее как какую-то транзакцию, никто... Ну, у меня же одна потоковое исполнение. Просто эти два действия всегда будут ходить в паре. А вот это действие фактически будет называться ПОП. Мы как... Вынули оттуда значение с удалением его из нашего массива стэка. Я хочу показать вам пример, в котором, живой пример, мы с вами делали факторизацию числа на множители. Раскладывали число на множители, но наша функция printNumberFactors, она только получала число, которое нужно разложить на множители, а возвращаемого значения не было. Она была void. С чем это было связано? Дело в том, что реальный алгоритм разложения числа на множители, он возвращает много чисел. То есть, фактически эти... П1, П2, П3. А как мы можем неизвестное количество чисел, еще и разное для разного х, вернуть из функции? В чистом C нет такой структуры данных. И я предлагаю использовать буфер. Буфер А, который передается внутрь этой функции, это массив, в котором будет заполнено какое-то количество элементов. Внутри этой функции у нас будет адрес этого буфера. И мы сможем там, внутри функции, раскладывать числа вот в этот самый буфер А. А вот раскладывать туда получающиеся делители П1, П2, П3. А сколько-то, понятное дело, останется незаполненным. Но из функции оттуда можно вернуть просто количество этих самых делителей, то есть уровень заполненности. Ну или вот, говоря на этом языке, как бы топ вот этого вот заполненности буфера. Ну, фактически количество получившихся делителей у числа. Давайте посмотрим на эту программу. Значит, внешнее ее использование. То есть как это будет выглядеть снаружи. Я считываю число, затем я создаю буфер, в котором я буду получать результат. И рядом с ним переменную, в которой я буду знать уровень заполненности буфера реальный. Вот это число 100 – это аллоцированный объем. То есть то, сколько максимальное количество делителей в этом буфере поместится до момента, пока моя программа не начнет глючить. То есть если вдруг там попытается 101 делитель функции оттуда запихать, в этом случае будет проблема. Поэтому вот это число на самом деле является очень опасным. Тут нужно думать тысячу раз. Может быть мне нужно вначале взять и посмотреть для числа х, который является 2 в степени 31, максимальное число, которое туда влезает. А сколько в принципе у него может быть делителей? Не получится ли случайно у меня переполнение буфера, которое приведет к катастрофическим последствиям? Поэтому тут надо, может быть, вычислять размер этого буфера. Но сейчас оставим 100. В разумных пределах это нормально. Можно на самом деле даже оценить, что можно и меньше делителей оставить для всех чисел, которые в степени 2 в степени 31 не превышают. У них очевидное количество делителей не превышает 31. Но это уже разумные соображения, которые сейчас нас не касаются. Короче, сам вызов функции теперь оформляется именно как функция. То есть у меня есть возвращаемое значение. А функцию я назвал не printNumberFactors, а getNumberFactors. И она, обрабатывая х, кладет это в буфер. Я передал ей буфер просто по адресу. Упомянул его имя. Не один элемент, а прям целиком. Массив. Давай-ка с ним. Ну а количество заполненности возвращается в качестве значения. Ну а потом вот этот цикл – это всего лишь распечатка этих элементов. Давайте посмотрим на то, как устроена функция getNumberFactors. Точно так же, но никаких printF, никаких printF, заведена переменная top. И в тот момент, когда я хочу делитель, собственно, сохранить, я кладу его ровнее, как написано на доске, в a от top кладу делитель и top повышаю на единичку. В конце я просто возвращаю return top. Для того, чтобы принять массив внутри функции, я пользуюсь вот так вот квадратными скобками. Здесь не надо указывать, какой он длины, какой там аллоцирован на размер. И да, ошибка может произойти, если вдруг у меня количество делителей окажется слишком большим, но ответственность за это, на том, кто вызывает эту функцию. Я даже специально отметил комментарий вот здесь. Буфер A should be enough for x-factors. Он должен быть достаточного размера. Ну и мы можем теперь запустить эту программу и посмотреть на какое-нибудь число. Мы раскладывали число 90. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, 2, 3, 3, 5. Давайте еще несколько чисел посмотрим. Например, 2048. Да, это число будет из 11 двоек состоять. Ну вот, вы увидели, как можно добавлять элементы в конец массива и как их оттуда удалять. Переходите к следующему видео.